Здравствуйте, в эфире «Современный разговор» с российским политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. Рад вас приветствовать, Дмитрий. Аналогично, рад видеть. К сожалению, давно мы с вами не общались, но пришло время, вспомнил о вас или просто у нас не получалось под тем или иным причинам. Дмитрий, ни для кого не секрет, что сегодня наиболее острый вопрос стоит в связи с российско-украинской или украинско-российской войной, нахождение, значит, украинских ВСО на территории России, значит, в Курске, в других районах. Вчера я записывался с украинским экспертом Александром Коваленко, и чтобы как бы поддержать баланс, хотелось бы узнать и мнение российской страны, а именно представителя российского экспертного сообщества. Ожидаемы ли были вот эти события? Какие у вас, значит, прогнозы по поводу того, как это будет продолжаться война? И приближает ли это как бы подписание мирного договора, чтобы две страны, наконец, закончили воевать друг с другом? Вот. Ваше вам слово, Дмитрий. Да, хорошо, смотрите. Ну, начнем с того, что ни Россия, ни Украина нынешнее противостояние, там, войной не называют. Война не объявлена. Ни Украина не объявляла войну России, ни Россия не объявляла войну Украине. Это обсуждалось, может быть, будет, может, нет. Этого нет, поэтому идет специальная военная операция. Это называется так. Дальше о происходящем сейчас. Происходящее сейчас, наверное, нужно рассматривать в более продолжительном контексте, чем ситуация только в Курской области. Продолжительном и географически, и во временном пространстве. Географически мы видим активные боевые действия и в Донецкой, и в Луганской областях, в Харьковской области, в Херсонской областях. И они продолжаются. Никакой паузы там нет. Там идут активные боестолкновения. В ряде мест российские войска активно продвигаются дальше на Запад. Поэтому эта часть противостояния продолжает существовать в своей логике событий. Как говорят ряд военных, там продвижение российских войск ускоряется. С точки зрения вооруженных сил Украины ощущается дефицит и в живой силе, и в технике. Это дает возможность оперативно решать ряд стратегических моментов. Что касается возникшей ситуации в Курской области. Давайте серьезно говорить о положении, потому что оно действительно нестандартно с точки зрения логики всех последних двух с половиной лет. Мы все понимаем, что долгое время неперехождение из международно принятой границы России это был некий фактор, который поддерживался неформальными отношениями России и Запада, России и Соединенных Штатов. Которые, с одной стороны, гарантировали определенное свое невмешательство в ситуацию. С другой стороны, рассчитывали на то, что Россия тоже определенных действий применять не будет. Ну, как такой некий договорник, который был. Сейчас понятно, что он больше не действует. Соответственно, то, что с помощью западных военных структур Украины перешла границу Курской области, развязывает руки России в тех обязательствах, которые она на себя брала по недопущению определенных действий на Запад. В России все прекрасно понимают, что данная операция планировалась с помощью военных специалистов штабов структур НАТО, что разведка на данной территории организовывалась с спутников НАТО. И корректировка действий Украины шла с помощью спутников-шпионов НАТО, летающих над российской территорией. Ни для кого не секрет, что непосредственно в боевых действиях принимают участие наемники, так называемые. То есть, на самом деле, это военнослужащие, опять же, западных стран. Там больше Прибалтики, Франции, других государств, которые формально военнослужащими этих стран не являются. Ну, по факту, да, немецкие, французские, другие военнослужащие сейчас находятся на территории России. Ну, во многом в России к этому относятся как к повторению ситуации Великой Отечественной войны, когда Западная Европа, находясь под фашистской Германией, фактически объединенная Европа, вариант один, или там вариант два, если первый был наполеоновский, тогда воевала на территории Российской Федерации, на территории России, в той же Гурской области. Ну, сейчас второй раз Европа зашла на территорию России. Ну, второй раз за последнее время, так-то, конечно, далеко не второй. Вот этой аналогией с фашизмом и с Великой Отечественной войной способствуют, на самом деле, и украинские боевые части, которые активно используют фашистскую символику, активно используют пропаганду фашизма во взаимоотношениях с мирным населением, проводят там террор против мирного населения. Ну, в общем, была оккупация фашистов. Сейчас, как в России рассматривают, фашистские украинцы пришли на территорию России. Там фашистские батальоны Украины, АЗОВ, другие, с эсэсовской символикой, с памятью о том, что их герои – это эсэсовские герои, воевавшие на стороне вермахта против СССР. Сейчас они снова здесь. Ну, продолжение Великой Отечественной войны. Примерно так к этому отношение в России выстраивается. Что касается, почему это произошло. Ну, во-первых, да, конечно, определенные просчеты с точки зрения разведки, которая была у России на данной территории, в данной ситуации. Ну, наверное, да, конечно. Первый момент. Второй момент. В России многие в элитах продолжают верить в то, что с Европой, Соединенными Штатами можно о чем-то договариваться. Если один раз с ними о чем-то договорились, то, наверное, это будет действовать всегда. Но это очередной пример того, что ни с Европой, ни с Соединенными Штатами, ни с управляемой из Европы, из Соединенных Штатов Украины в настоящий момент договариваться ни о чем невозможно. Поэтому очередной пример того, что даже договоренности спецслужб, служб, как бы такие, которые обычно работают, в данной ситуации нет, они недействительны. Не будут с Россией договариваться. Поэтому ситуация в перспективе будет разворачиваться следующим образом. Боевые действия будут продолжаться. Задачу, которую оставил президент, о полной деноцификации, демилитаризации Украины будут выполнять. Что касается Курской области, это будут тактические вопросы, а не стратегические. Понятно, что ВСЛ, зашедшие в Курскую область, будут уничтожены. Но уничтожены как? Да, у России, понятно, есть возможность все там стереть с лица земли, сделать выжженную землю. Для этого достаточно и ракет, и оружия, другого, и спецтехники, и всего чего угодно. Сделать там выжженную землю на глубину 12 километров, 20 в максимуме, куда украинские войска зашли, ну, хорошо, будет мертвая земля с мертвыми украинцами. Это возможно. Но это нереально, потому что там находятся мирные граждане России, кто-то из них уничтожен, кто-то из них расстрелян украинскими карателями, кто-то еще живой. Считается, что там несколько тысяч мирных граждан России, поэтому вот этот ход с полным уничтожением всех и вся на этой территории невозможен. Когда в России будут заботиться о своих гражданах, находящихся сейчас под украинской оккупацией, их взяли в заложники, ну, точно так же, как в заложники фашисты брали, мирно граждан Советского Союза, так же их теперь берут украинцам, нормально. К этому такое историческое отношение. Поэтому по своим наши бить не будут. Военнослужащие России применять всю огневую мощь, всю стратегическую мощь, которая есть, в данной ситуации не станут. Это будут более сложные операции, к ним готовятся серьезно. Здесь не стоит задача ликвидировать все быстро и любой ценой. Операция будет проводиться так, чтобы были минимальные потери со стороны военнослужащих России, чтобы были минимальные потери среди мирного населения. Но это такая техническая задача, еще раз ее, без сомнения, решат в среднесрочной перспективе. Дальше вопрос продолжения боевых действий и уничтожения и инфраструктуры ВСУ, и личного состава ВСУ. То, что сейчас несколько тысяч военнослужащих ВСУ, при этом, как мы понимаем, достаточно высококвалифицированных, достаточно хорошо подготовленных бригад было потеряно ВСУ в Курской области, но это приближает общий разгром Украины в данном противостоянии. Он будет не в Курской области, без сомнения, когда вопрос будет решаться в других совершенно направлениях, наверное, в каких это лучше скажут военные, это не будем обсуждать. Но общая задача на полную победу и на ликвидацию нынешнего украинского режима к президентам России не снималась, она будет решаться. Что касается переговоров, никаких переговоров сейчас не будет. Предложение, которое сделал в начале июля президент Российской Федерации на встрече в МИДе, оно сейчас уже, наверное, не очень актуально. Во-первых, сразу было сказано, что с украинской стороной переговариваться не с кем, потому что Зеленского в России не считают негативным президентом. Первый момент. Будут Соединенные Штаты менять президента Украины. Не будут Соединенные Штаты менять президента Украины. Это следующий этап. Возможно, и поменяют. Если решат, что Зеленский свою роль выполнил, и, соответственно, нужно ставить нового человека, который будет выполнять ценные указания из-за рубежа, ну, поставят хорошо вопрос, как это легитимизировать. Ну, наверное, проведут выборы или изменят Конституцию, или еще каким-то образом примут данный шаг. Но это еще раз тактика. Вполне это можно реализовать. Но дальше, даже после смены президента, даже после того, что на Украине, может быть, появится юридически обоснованное лицо, обоснованный субъект для контактов, в настоящий момент они будут нереальны, потому что сейчас все будет решаться, как сказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергеевич Лавров на поле боя, так на поле боя, ну, значит, военные операции будут продолжаться до окончательной полной победы. Никаких мирных переговоров в ближайшее время. Дмитрий, вот вы сказали, что, значит, украинские войска перешли на вашу территорию, вы сравнили это с, значит, 1812 год событиями и 1941. Но вам возразят, что Россия начала 24 февраля 22 года войну, активные боевые действия против Украины, и как бы это ответный шаг, потому что эта война, ну, я азербайджанский журналист, гражданин Азербайджана, я могу называть это война. А если бы я жил бы, допустим, в России, гражданин, я бы неустановил, за это уголовную ответственность. И вопрос еще там... Нет, это не уголовная ответственность, ну, просто так не называется. Это не уголовная ответственность. Да. Еще вопрос. Вот соглашение о ДКБ. Может ли государство, входя в эту организацию, вот сейчас послать свои военные подразделения в помощь России? Смотрите, да, ну, последовательно будем отвечать. Ну, во-первых, в России ситуацию рассматривают следующим образом. В 2014 году на Украине был произведен государственный переворот западными, опять же, инструкторами при организации западных стран. Ряд территорий Украины данный переворот не приняло, и имерено это полное право. Не все территории Украины были согласны с тем, что свергли законного президента Виктора Януковича. Можно к нему по-разному относиться. Кто-то его любит, кто-то нет. Это отдельный вопрос. Но он был законным президентом, его свергли в результате государственного переворота. Ряд территорий это не признали. И у них было полное право в этой ситуации определять свою судьбу дальше. Если в Киеве, по их мнению, находился нелегитимный режим, который захватил власть, они говорили о том, что будут самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу. Имели полное право. Так как на этих территориях проживало и проживает достаточно много людей, относящих себя к российской истории, к российской культуре, они обращались за поддержкой к России. И Россия выступала очень долго, если мы это вспомним, с позиции, что нужно разрешить конфликт мирным путем. И Россия это выступала, если мы вспомним все переговоры с 2014 года, за мирное решение вопроса и за вхождение Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Но при изменении Конституции, при гарантии безопасности людям там проживающим. Россию обманывали в течение всех этих лет, обманывала и Украина, обманывала и Великобритания, и Франция, участвовавшая в подготовке, и Германия, участвовавшая в подготовке данных соглашений. Сейчас все говорят честным языком, что никто ничего подписывать не собирался, мы русским врали, мы их использовали, и наша задача была подготовить войну с Россией, подготовить войну с Донецкой и Луганской республиками, на тот момент непризнанными, для того, чтобы были военным путем решить вопрос восстановления целостности Украины под руководством президента, получившегося в ходе государственного переворота. И все эти годы продолжался обстрел мирных городов. Донецк, Луганска гибли дети, гибли сотни мирных граждан, уничтожавшихся украинским режимом. И в этой ситуации у России было требование прекратить это, прекратить убивать мирных граждан. И если мы вспомним, в декабре 2021 года неоднократно президент Российской Федерации призывал западное государство заключить новый договор о безопасности для того, чтобы обеспечить жизнь мирных людей, которых убивают в результате обстрелов в СССР, договориться о новой безопасности в Европе с учетом современных реалий, с учетом интересов России. Обстрелы продолжались, ничего этого сделано не было. Россию продолжали обманывать. Поэтому те требования, которые выставлял президент Российской Федерации, теперь решаются другим путем. Демилитаризация, демилитаризация Украины с прославлением фашистских деятелей, теперь решается не так. Если мирным путем не получилось, значит, есть другой путь, как это будет сделано. Так что мы предлагали и Россия предлагала решить все мирно и предлагала путь, как это можно было сделать. И на этот путь даже когда-то соглашались на словах. На самом деле, как теперь все признают, это был обман. Никто ничего решать не собирался. Но раз это был обман и сознательно Украина, Франция, Германия шли на обман России, значит, видимо, это они виноваты в той ситуации, которая произошла теперь. Нужно было, если вы договариваетесь, то договариваться честно, врать во время переговоров. Нехорошо врать, просто нехорошо. Обычно матери в детстве нас всех учат, что врать грешно. Видимо, кого-то очень легко. Поэтому ситуация с историей, она вот такая, она вот так выглядит с российской точки зрения. Мы считаем, что мы правы. Теперь про АДКБ. АДКБ, да, действительно, это союзы коллективной безопасности. И Россия, наверное, может попросить в рамках этого договора рассмотреть возможность оказания содействия в нынешней ситуации. Но пока Россия не обращалась с просьбой. Мы помним, когда была сложная ситуация в Казахстане, Казахстан обратился с просьбой к организациям АДКБ, входящим в АДКБ, оказать содействие в нормализации ситуации. И такая помощь сразу была оказана. Россия никому не обращалась. И сейчас в повестке дня не стоит обращения к организациям АДКБ в оказании какого-то содействия. Да, у нас есть доброе, тесное отношение с Белоруссией, естественно, максимально близко находящейся к зоне нынешнего конфликта. Есть целый ряд провокаций с этой стороны Украины, когда через воздушное пространство Белоруссии пытаются организовать обстрелы российской территории, нарушая суверенное воздушное пространство государства Белоруссии. Но это вопрос уже там белорусско-украинских отношений. Дойдет дело до того, что начнется конфликт между Украиной и Белоруссией или нет. Пока Украина делает все, чтобы он начался провокационными действиями. Но еще раз, это не вопрос АДКБ, это не просьба России к Белоруссии вступить в конфликт или прислать своих военных. Пока в России всего достаточно и помощь государственных участников договора коллективной безопасности не требуется. Поэтому пока нет, пока не будет АДКБ никуда участвовать. Дмитрий, я живу на Кавказе, в Баку. И, естественно, не только меня, но и вас, наверное, тоже беспокоит ситуация, которая складывается и будет в перспективе складываться на Южном Кавказе. В Кремле неоднократно и на Кремле и ведомстве на Смоленской площади неоднократно озвучивали такие опасения, что на Южном Кавказе могут развязать второй фронт, как заявляется в Москве против России. Мы говорили сейчас об АДКБ и вы знаете, какую позицию по этому вопросу занимает Ереванин. Кроме того, мы как бы, ну я на своей памяти, журналист уже четверть века, насколько вот я помню, освещался события, Ереван занимал пророссийскую позицию всегда. Сейчас мы видим, что редкий, резкий Крем идет назад. и где-то с 2004-го, наверное, года, лет 20 назад Грузия взяла курс на Запад, а сейчас вот приняли закон о иностранном влиянии, который называют обеноагентом, говорится, что он пророссийский, и как бы считается, что Евросоюз, который хотел их принять к себе, в семью, заявил, что пока этот закон действует, мы с вами там не будем контактировать и всегда забудьте об этом. И тоже обвиняют, что Грузия сейчас идет в парваторе российского государства. Вот к тому я говорю, что вот сейчас будет осень, мы помним, что было весной, и там, и там были митинги, протесты, что вы можете сказать о вашей значит мысли, и ваше мнение о том, что ожидается в этих двух государствах и какова реакция лично ваша? Смотрите, да, ну давайте начнем с Грузии. В Грузии действительно осенью будут выборы, выборы парламента, по их итогам выборы президента, и в Грузии действительно борются две силы, грузинское национальное единство, партия ориентирующаяся на Михаила Саакашвили, находящегося сейчас в тюрьме. Ее поддерживает нынешний президент Сулуме Зоробишвили, хотя в общем она не от этой партии без сомнения и на президентский то пост ее больше ставил его Нишвили и грузинская мечта, но сейчас она находится в этом оппозиционном нынешнему парламенту, нынешней правящей партии, нынешнему кабинету министров позиции. при этом партия это грузинская мечта, она никаким образом не позиционирует себя как пророссийскую. Лидеры партии говорят о необходимости перезагрузки отношений с Соединенными Штатами, о необходимости перезагрузки отношений с Евросоюзом, и никакого российского влияния там нет. Попытка приклеить клише, который используется в рамках нынешних избирательных кампаний в Грузии. Там есть достаточно четкий электорат, ориентированный на продолжение курса евроинтеграции, для того, чтобы этот электорат мобилизовать, для того, чтобы их сплотить за сторонниками национального единства. Оппозиционеров пытаются обвинить в том, что они играют на российский интерес. Они на них не играют, они играют на грузинские интересы. Грузинская мечта партия, выстраивающая свою политику в рамках отстаивания интересов грузинской государственности и грузинского народа. Как ни странно, сейчас очень часто подобная позиция рассматривается как предательство интересов евроатлантической элиты. Если ты не играешь в пользу Америки, если ты не играешь в пользу наднациональных элит, которые управляют какими-то процессами глобальными, значит, ты там предатель, значит, ты там не свой. для либеральной общественности. Именно так относятся к нынешнему грузинскому руководству. Еще раз, они европейские и американско ориентированные, но они стараются выступать за интересы Грузии в этой ситуации. Так же, как, предположим, президент Венгрии, премьер-министр Венгрии. Они играют на интересах венгерского народа. Им интересно прежде всего поддерживать венгерскую государственность и венгерское население, но они не отказываются ни от членства в ЕС, ни от членства в НАТО, но они не поддерживают вот эти глобалистские элиты. Поэтому они находятся в конфронтации с нынешним Брюсселем, с нынешним Вашингтоном. Искренне надеюсь, что при Трампе ситуации поменяется. Вот Грузия была бы, если бы она была членом ЕС в НАТО, она была бы вот таким государством при нынешнем руководстве. Но мы видим, когда эти евроатлантические элиты, либеральные элиты пытаются подобную идеологию внутри своих государств полностью нивелировать. Все должны быть выровнены, все должны быть одинаковые, ни у кого не должно быть своих национальных интересов, все должны играть в пользу глобалистов. Тогда будете молодцами. вот такая позиция в Грузии это грузинское национальное единство. Их победа это полностью отмена грузинских интересов в развитии страны. Да, это ускоренное вступление Грузии в интеграционные процессы под эгидой Брюсселя и Вашингтона. И дальше тогда полный отказ от того, что они имеют суверенитет в принятии каких-то решений. И тогда ситуация на Южном Кавказе без сомнения становится более взрывоопасной, потому что, опять же, как на Украине сейчас руководство не имеет суверенного права принимать самостоятельные решения и выполняет те указания, которые получают из-за рубежа, здесь будет то же самое. В случае прихода к власти нынешней грузинской оппозиции, они свято выполняют все, что им скажут. Скажут начать войну, начнут войну, скажут ввести санкции, введут санкции. То, что Грузия не вводит санкции против России, для них это огромный плюс, это реально с десяток процентов ВВП, которые они получают, нужно будет выстрелить собственную ногу, значит выстрелят. Как есть такая российская пословица, я на зло плохому дядю отморожу себе уши, значит отморозить себе уши, что делать. И это реальный риск, потому что если целым государством управляют люди, которые не имеют субъектности, не решают вопрос в рамках интересов своего народа, а выполняют чьи-то ценные указания, ну это рискованно, какие указания дадут. Никто не будет в этой ситуации интересоваться, что же будет на Южном Кавказе после... Да нет, нужно решать глобальный стратегический вопрос. Для всего мира сразу, а есть Грузия, нет Грузии в общем. Глобалистам не очень важно. Живут они совершенно в других местах. Поэтому этот риск есть, его нужно реально оценивать, и всем нашим соседям по Кавказскому региону, и России, приход к власти, приход к власти нынешней грузинской оппозиции реально повышает риск эскалации, который может возникнуть вплоть до горячей фазы конфликта. Что касается Армении, то в общем там ситуация чем-то схожа с украинской. На самом деле там очень часто и я говорил, и наши коллеги говорят, эксперты, что Армения сегодня, это Украина вчера. Важно, чтобы Армения завтра не стала Украиной сегодня. там тоже произошел государственный переворот, там тоже под руководством американских политтехнологов, американских медиа, за деньги американских фондов, ESID, фонда Сороса, к власти пришла оппозиция, изначально оставившая своей целью выход Армении из ЕАЭС, из АДКБ, вспомним, там фракция Пашиняна в парламенте называлась ЕЛК, выход, и он был выбран как лидер вот этого переворота, именно потому, что он сразу говорил о том, что он будет против России, он будет выходить из всех соглашений. Поэтому на него оставили, им внимательно занимались политтехнологи, мы помним, как там красиво рисовали ему образ, руку подвязали на перевязь, там, одели в костюм цвета хаки, ну, там никто не заморачивается на какие-то идеологические хохмочки, вот нужно было борода, цвет хаки и такой изможденный боец сделали Пашиняна таким, нужно сейчас, точно так же сделали Зеленского, как бы, ну, вот игра на образы у политтехнологов одинаковая, политтехнологи, потому что одни и те же, его избрали, он стал премьер-министром и, опять же, правительство в Ереване собрано из тех же ребят, которые раньше работали в фондах Сороса, ну, так же, как и правительство Украины собрано из тех же ребят, которые работали в фондах Сороса, как бы, фраза, что у власти Соросята находится, ну, что же делать, она объективно имеет место в нашей жизни. И дальше та же самая ситуация, когда руководство Армении больше заботится не о национальных интересах, а о выполнении того заказа, который дают им структуры, оплачивающие их приход к власти, оплачивающие во многом их нынешнее существование, это, конечно, большой риск. Опять же, ни фонду ЕСАйди, ни фонду Сороса дела нет армянского народа, делу нет, ситуация на Южном Кавказе, они решают свои глобальные интересы, естественно, рассматривают всех, кому они платят, как там своих наемных солдат, или как там разменную монету, которой всегда можно расплатиться. Дал деньги, взял деньги, как бы там заплатил, выбросил, все, твоя вещь, купил, моя вещь, что хочу, то и делаю. Поэтому это тоже риск. Смотрите, если на Украине переформатирование сознания занимало лет 5-8, может даже больше, ну примерно так, с 2003 года активно начали вхождение в украинские медиа западные ресурсы, полностью, контроль был в 2014 году взят. Вот с 2014 по 20-й по 19-й год. В Армении точно так же руководство медиа позволяет переформатировать сознание армянского народа. Если приход к власти Пашиняна был в ситуации, когда армянский народ не видел своего будущего в разрыве отношений с Россией, то несколько лет пропаганды, и все прекрасно, мозги промываются, и в Армении уже говорят о том, что чуть ли не Россия оккупировала Армению, что чуть ли не Россия оккупировала Карабах, забавно, Россия оккупировала Гюмри, там еще что-то, сейчас уже говорят о том, что Россия должна бы за это заплатить. Так что Россия виновата в том, что Армения потеряла Арарат и нынешней территории Турции, то есть придумывают какие-то удивительные вещи, не Россия, Российская империя сначала, потом СССР помогали созданию нынешней армянской государственности, на самом деле на территории, которой армянскими никогда не были, там было Риванское ханство, там была Шуша, и армян-то там не было исторически никогда, но вот это такая многолетняя вековая политика именно сначала Российской империи, потом Советского Союза привела к тому, что сейчас некая государственность у Армянской республики есть, они ее теряют, теряя свою субъектность, встраиваясь в позицию внешнего управления, ну что делать, еще раз, да, такой выбор, поэтому информационное переформатирование мозгов произошло, сейчас Пашинян уже может говорить о том, что можно выходить из АДКБ, если бы он это говорил сразу в 18-м году, когда пришел к власти, его бы, скорее всего, быстро свергли, сейчас нет, сейчас это реально, и в общем, здесь риски тоже сохраняются, если говорить там Армения и АДКБ, то Армения приостановила членство АДКБ, об этом официально заявлено, Армения не участвует в структурах управления, Армения не участвует в финансировании совместных программ, поэтому на сегодняшний день можно считать, что и у Армении нет обязательств перед АДКБ, у АДКБ нет обязательств перед Арменией, юридически окончательный выход еще не оформлен, потому что там непонятна процедура, ну и скорее всего выходить из АДКБ Пашинян будет там на второй день после того, как вступит в НАТО или по крайней мере договориться о размещении баз НАТО Соединенных Штатов Франции на своей территории. Пока этого нет, формальное членство ВДКБ сохраняется, но взаимных обязательств на сегодняшний день уже фактически не существует, они нивелированы решениями армянского руководства. Поэтому говорить о том, что Армения будет инициатором новой войны на Южном Кавказе возможно, но опять же это не Армения, это стоящие за Пашиняном силы, если сочтут, что сейчас именно так нужно разменивать эту монету, разменивать эти инвестиции в Армению вложенные, такой шанс будет. Но я бы считал, что вероятность, если мы говорим в ближнесрочной перспективе, ну вот такая вероятность и риски больше в грузинском сценарии. Армения все-таки формально еще входит. ЕС и ВДКБ и вот прямо сейчас Пашиняна ограничена принятие решений, вот прямо сейчас вряд ли. Провокации, да, там обострение ситуации, да, но вот это не переломная точка. Вот если Грузия, это да, победа на выборах, полностью изменение статуса, вот такой перелом ситуации, и здесь, вот на этой волне, да, быстрое действие возможное. У Пашиняна сейчас никакого перелома ситуации нет, поэтому вот выйти, выйти на горячую часть конфликта прямо сейчас вряд ли. Понятно, что его на это настраивают в более долгосрочной перспективе. Франция активно для этого и финансирует перевооружение, и поставляет технику, и переучивает кадры, и как долгосрочная перспектива это готовится. Но еще раз, долгосрочная перспектива, а не сегодняшняя. Дмитрий, я пока что не нашел подтверждения, информации, вот на днях прошла, что в ближайшие дни Владимир Путин приедет в Баку. И вот, естественно, соответственно, вопрос, вы обсудили Грузию, Армению, вот по поводу Азербайджана, что он может сказать? Ну, смотрите, да, Владимир Путин в ближайшие дни приедет в Баку, и из России на самом деле готовится большая делегация, которая должна посетить Баку во время выборов 1 сентября. Я пока тоже собираюсь посетить Баку 1 сентября во время выборов. И как международный наблюдатель. И да, конечно, на сегодняшний день максимально близкие, максимально интересные и конструктивные отношения, взаимоинтересные отношения у Москвы именно с Баку. И Россия, и Азербайджан демонстрируют схожесть своих взглядов на международную политику, на нынешнюю ситуацию в мире, на мирный процесс, который должен быть на Южном Кавказе. и это подкреплено целым рядом соглашений, целым рядом совместных проектов и видением будущего. Вот мы всё время говорим, и сегодня уже много раз об этом говорили, что на наш взгляд важна субъектность государств в международной политике. Субъектность государств в принятии своих решений. Не играть под чью-то дудку, не реализовывать чьи-то интересы на своей территории, а иметь силу и волю отстаивать собственные интересы, право своих граждан на выбор собственного пути развития. Это демонстрирует Азербайджан все годы независимости. Эту политику Гидар Алиев провозгласил, и он её проводил. Эту политику продолжает Ильхам Алиев крайне успешно. И мы видим, как растёт авторитет Азербайджана на международной арене. Среди движения неприсоединения, проведения целого ряда крупнейших международных форумов в Баку и нынешняя активная позиция в рамках контактов по программе 3 плюс 3, но сейчас больше 3 плюс 2, но всё равно открытие к диалогу 3 плюс 3 тоже происходит. Межкаспийский диалог, здесь очень много проектов, которые на территории ближайшие решаются, и позиция Азербайджана здесь крайне важна, крайне интересна. Поэтому, конечно же, если в ближайшее время состоится визит Владимира Путина в Баку, мы ожидаем насыщенные, интересные программы, конструктивных контактов и принятие новых стратегических решений, которые будут позволять и экономически развиваться нашему региону, нашему сотрудничеству, и определять политические векторы развития Южного Кавказа и всего мира. Дмитрий, еще, извините, я продолжу притепляю ваше время. Уже некоторое время, недели, две или три, уже говорится о том, что вот-вот вспыхнет новый как бы этап более обширный войны между Ираном и Израилем, и все время пишут, что Иран вот-вот сейчас ответит, нанесет удары по территории Израиля в ответ на ликвидацию главы Амаз в Сигеране. Ну, смотрите, скорее всего, мы увидим повторение прошлого сценария, когда Израиль обстрелял посольство Ирана в Сирии, убил на территории этого посольства несколько иранских высокопоставленных военнослужащих, и Иран тогда говорил о том, что будет ответ возмездия, будет жестокая операция. В результате сложных переговоров и овцы остались сытые и волки целые. Иран демонстративный акт провел, да, были направлены беспилотные летательные аппараты, но заранее было объявлено, как они пойдут, куда они пойдут, они шли на такой траектории, чтобы их можно было заранее сбить, в результате никакого ущерба Израилю никто не понес, но формально ответ был сделан, все эти кадры видели. Сейчас, наверное, будет такая же ситуация. Иран не заинтересован в большой войне, Иран не заинтересован в ядерном конфликте в Передней Азии. Это Израиль, это даже не Израиль, это не Таньяху, нужна новая война, ему нужна эскалация, потому что у него огромная проблема внутри страны, при окончании войны в секторе Газа смысл существования его военного кабинета полностью теряется, и, скорее всего, в Израиле будут досрочные парламентские выборы, которые он, скорее всего, проиграет, судя по вопросам общественного мнения, а дальше для него крайне печальная ситуация, это не просто возможность стать экс-премьером на пенсии, скорее всего, это новые реальные уголовные дела и возможность закончить свою жизнь за решеткой камеры в очень некомфортных условиях. Он понимает, за что он борется, и в этой ситуации ему нужно продолжение конфликта, ему нужны новые военные действия, может быть, с Ливаном, может быть, с Ираном, где-нибудь, но война. И поэтому он постоянно организует вот эти провокации, которые должны бы развязать новый конфликт для его собственного существования. В Иране никаких подобных интересов нет, Иран настроен на мирное развитие Передней Азии, наоборот, новый президент Ирана настроен на попытку нового конструктивного диалога международного, на попытку снятия санкций с Ирана, выстраивание диалога а не на войну, торговля, экономика, вот это новая повестка для Ирана, а совершенно не война. Поэтому, скорее всего, все будет по предыдущему сценарию. То есть, ответ, да, конечно, совсем не отвечать Иран не может, но ответ будет такой, чтобы после этого война не развязалась. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Всегда интересно. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с российским политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонником на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Россием Бабаевым. Благодарю вас еще раз. До новых встреч, Дмитрий. Субтитры создавал DimaTorzok